МОЛОТ Будучи первым боевым духом на континенте, молот чистого неба обладает невероятно мощной силой. Тан Сан также полагался на дух молота, чтобы унаследовать положение бога Асуры и вознестись в божественное царство. Как дочь короля бога Тан Сана, Тан Утун или Ван Дун в замаскированном виде, естественным образом унаследовала боевой дух отца. МОЛОТ НЕБЕС Однако Ван Дун долгое время скрывал свой собственный второй боевой дух, как и Тан Сан когда-то давным-давно. И лишь на турнире мастеров, что Тан Сан, что его дочь, впервые показали этот легендарный дух молота чистого неба. В этом и правда есть какое-то интересное сходство. Вторая схожесть, в то время на молоте у них обоих не было ни одного кольца. Они просто активировали молот и этого было достаточно для победы. В связи с этим был выпущен новый, особенный трейлер, не конкретного эпизода, а трейлер предстоящего элитного соревнования. То есть трейлер всего турнира. Это будут незабываемые серии. А самый удивительный и эпичный момент трейлера, это Ван Дун в ходе битвы достает легендарный молот чистого неба и шокирует всю публику. Это первый раз, когда Ван Дун покажет свой второй дух. Сцена выглядит и правда зрелищно и волнительно. Как же хочется посмотреть на это в аниме. Молот чистого неба – очень могущественный боевой дух, известный как лучший атакующий дух в мире. Однако в это время клан чистого неба снова исчез, в результате чего мастера с духом молота появлялись крайне редко. Увидеть молот небес стало чем-то наподобие чуда. Возможно, Ван Дун и не собирался демонстрировать миру свой второй дух. Однако в этом турнире у него не было другого выбора, кроме как активировать молот чистого неба. После того, как Ван Дун поступил в Академию Шрека, он всегда использовал боевой дух богини бабочки для участия в различных битвах. Практически никто не знал, что он владел тремя духами. Однако Хуи Хао знал, что в дополнение к духу сияющей богини бабочки, Ван Дун также обладает двумя другими духами, но он их очень хорошо скрывает. Хуи Хао не стремился выведать всё и не задавал слишком много вопросов. В конце концов, у каждого есть свои секреты. Но после того, как Ван Дун стал одним из семи монстров Шрека и представлял Академию на общеконтинентальном турнире мастеров, всё в корне изменилось. Этот турнир выжал из команды буквально всё, потому что пришлось сражаться с очень сильными противниками. Каждый в семёрке показал, на что он способен. Во время турнира Хуи Хао и Ван Дун даже продемонстрировали второе слияние, что всех удивило. В видео появляется множество интересных деталей и новых персонажей, в том числе Мэн Хун Чень из Империи Солнца и Луны. На её плече появилась маленькая ледяная жаба. Это её боевой дух, прозрачная ледяная жаба. Этот дух зверя не только обладает потрясающей силой атаки, но и содержит яд. Можно сказать, что большинство людей не хотели бы стать противником Мэн Хун Чень. Также красиво смотрится Дзянь Нань Нань с духом кролика, точно таким же как у Ся Ву. Но больше всего мы ждём появления Молота Чистого Неба. Когда сражение в турнире достигает критической стадии, Ван Дун наконец использует свой дух Молота Небес, сталкиваясь с могущественным врагом, который на одно кольцо сильнее её. Это была, пожалуй, самая трудная битва для Академии Шрека. У противника все мастера были с пятью и четырьмя кольцами. Каждый старался изо всех сил, и они почти победили. Хуэй Хао в конце потерял сознание, и на поле боя остался лишь Ван Дун и один ученик из команды противников. Хуэй Хао потерял сознание из-за истощения своей духовной силы. Ван Дун также был ранен в бою, из уголка его рта текла кровь. В это время Ван Дун не мог высвободить даже один навык. Поскольку все способности Ван Дуна были силовыми атаками, для них требовалось большое количество духовной силы. Поэтому противник пришёл к выводу, что Ван Дун не может дальше использовать навыки, и, соответственно, победа уже в кармане. Когда все думали, что Ван Дун уже побеждён, в его правой руке внезапно появился чёрный молот. На этом молоте не было ни одного кольца души. Мы можем видеть, как Ван Дун движет нефритовой рукой, и вытаскивает из пустоты блестящую серебряную кувалду. Мола чистого неба. Тот самый, который прославил свой клан во всём мире. Как только появился боевой дух Молота, вся аудитория была моментально шокирована. Потому что абсолютно никто не ожидал, что у Ван Дуна вообще будет второй боевой дух. Не говоря уже о том, каким был этот дух. Первоклассный молот небес, номер один в мире. С появлением Молота в этой битве не было напряжения. Ван Дун одним простым, но мощным ударом сразу победил своего противника. Через сколько серий мы увидим этот зрелищный момент, трудно сказать точно. Но ждать осталось недолго. Хотя турнир Мастеров Континента продлится несколько месяцев, сюжет совсем не скучный, а будет становиться всё более захватывающим. Академия Шрека отстояла свою славу. Да и за другими второстепенными персонажами тоже будет интересно понаблюдать. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы считаете, насколько эпичным будет первое появление Молота Чистого Неба. Подписывайтесь на канал и всем пока.